А в Петербурге, тем временем, на территории Александровской больницы появился Айболит Сквер. Все подробности у нашего коллеги Ильдара Абитова. Ильдар, еще раз доброе утро! Доброе утро, коллеги! Еще раз доброе утро, дорогие наши телезрители! Ну, в продолжении темы, вот вам еще одно упражнение для ума шахматы. Да, это один из арт-объектов, который открылся здесь, в сквере, под названием Айболит, на территории Александровской больницы. Но вот подробнее о том, что еще здесь можно увидеть, а также о самом пространстве, нам расскажет его автор Леонид Викторович Павлов. Леонид Викторович, доброе утро! Здравствуйте! Ну, рассказывайте, как вообще пришла идея создания этого пространства? Я являюсь другом Александровской больницы. В жизни я один из руководителей военно-исторического клуба, который занимался реконструкцией работы медицинских подразделений 39-45 года. 2020. И так вот получилось, что мы подружились с Александровской больницей. И, значит, 2020 год был очень тяжелым для больницы, в том числе. Это пандемия, как вы знаете, это самоотверженная работа врачей. И была такая, возникла такая идея создать какой-то центр релакса, центр позитива, чтобы сюда могли врачи приходить, отдыхать. Просто отстраниться от всего. Просто отстраниться. Кто-то войти в свое детство, кто-то... Но отойти от всех заботы... В детство войти очень легко. Вот центральной композицией здесь является вот такая скульптура. Я бы назвал ее «Айболит классический». Но, насколько я знаю, что он, этот добрый доктор, представлен еще и в других образах. Вот в каких, расскажите? Ну, вот, например, такой образ «Айболит» на водных лыжах. Вот он. Это просто, наверное, в ладонь умещается вот эта скульптура. Из чего она сделана вообще? Это же из подручных практически средств. Ну, сделаны из разных болтики, гаечки, винтики. Это один из тоже друзей Александровской больницы, один из моих знакомых. Итак, «Айболит», «Айболита» на водных лыжах. Мы видим «Айболита», который здесь готовится к прыжку. Это «Айболит-ныряльщик». Ныряльщик, замечательно. Дальше в виде флюгера «Айболит» у нас водитель, пилот самолета. Ага. Вот. Ну, рядом, чтобы сразу уже, как говорится, это такой арт-объект, корабль «Белка и стрелка». Угу. Так, ну, арт-объектов здесь, кстати говоря, представлено очень много. Здесь еще вот есть «Айболит», «Айболит» на парашюте. Замечательно. «Бармалей», да, мы видим. Да, если есть «Айболит», конечно, есть и «Бармалей». Но у нас «Бармалей» он такой добрый. И можно вас на минутку? Ага, да, да, да. Идите сюда, идите. Как вас, Таня? Идите сюда. Итак, что это? Я так понимаю, что это возможность сделать фотографию. Здесь почему бы, в общем-то, и нет. Почему бы, в общем-то, и нет. Леонид Викторович, прекрасно. Расскажите, пожалуйста, вот мы видим, что слева от нас располагается и домик для уток. Утки уже на зимовке. Расскажите вообще о планах. Что планируется? Я так понимаю, экспозиция постоянно меняется? Да, экспозиция меняется. Значит, в планах что? Значит, создать такую аллею врачей. Ну, такую немножко шуточную. Там будет врач-невропатолог, врач-травматолог, врач-хирург, врач-стоматолог. Кто-то с молотком, кто-то с пилой. Ну, и вообще все обсуждается, и много-много планов. Очень много планов. И будем развивать это. Отлично, отлично. Леонид Викторович, спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а мне остается добавить, что возможность увидеть арт-объекты своими глазами, познакомиться с утками и, в общем-то, взглянуть на... В том числе и вот такие плакаты, которые не лишены доли юмора, есть и у вас. Поэтому, коллеги, слово передаю вам, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Отдевательный QR, конечно. Да, действительно.